Всем привет! С вами Борис Соколов, сайт visit.sam.ru И сейчас я вам расскажу о русских пляжах в Гуа, на которые лучше ехать. Вот сегодня тенек, я прям так рад для тех, кто может, для туристов, наоборот, лучше солнышко, но для нас, тех, кто здесь живет, тенек, особенно в марте, день тенька, счастье. Ну ладно, не буду отвлекаться и расскажу вам про русские пляжи Гуа. Самое, если вы хотите найти общение со своими соотечественниками, с русскими, то самые такие пляжи, на которые едут все пакеты туристов, в основном, не особо дорогие, это Кандалима, Калангут. Кто живет зимой, там практически нет, кроме гидов, занятых в туристической сфере, так как там дороже, шумней, постоянные тусовки какие-то, много очень людей, много туристов, есть даже целые русскоязычные отели. Опять, если вы хотите ехать в более такой спокойную обстановку, в более там чистые, комфортные условия, то лучше я вам рекомендую ехать не на северный Гуа, а на южный. На южном Гуа тоже есть свои особенности. Есть несколько пляжей. Вот, я вам записывал видео, очень классный, хороший пляж в Палалемпре, мне очень нравится, но там русских нету, в основном англоязычные. То есть, если вы хотите ехать на южный Гуа, я бы вам рекомендовал Холу. Очень многие туры, очень много русских едут в Холу. Там много хороших отелей, достаточно 4-5 звезд, хороший пляж, и там достаточно едут тоже русских. И в Кавелосе. Но сразу скажу, если в целом брать северный и южный Гуа, в северном Гуа русских гораздо больше, так как туры дешевле. Туры больше отелей в Кандалиме, в Калангуте. То есть, если брать, например, Кандалиме, Калангуте, Колу, то в Кандалиме, Калангуте русских гораздо больше. В Холе также много иностранцев, которые предпочитают такой спокойный, размеренный отдых. Про русские пляжи я вам, думаю, рассказал все. Если хотите русского общения, Кандалим, Калангуте. Пока. С вами был Борис Соколов. Сайт виза-сам.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова